всем здравствуйте мы против войны да николаевич да мы против войны с мирным населением и так мы вчера с кассиенко геннадием николаевичем записали фильм но мы не думали что он такой отклик получит пытались разобраться в событиях которые сейчас происходят как бы со стороны не беря ни одну не ту сторону потому что вы видите сейчас люди настолько все не понимают что происходит и вот многие зрители в комментариях попросили продолжить как раз продолжить по мерам безопасности мы в общем то вчера пытались все рассказать но слишком времени было мало и потому действительно сегодня мы с геннадием николаевичем на основе своего боевого опыта опыта жизни нахождение в закавказе там каких-то других местах попробуем дать какие-то инструкции тем людям которые не по своей воле почему сейчас разбираться не будем они попали в осажденные города что сейчас сделать в этих осажденных городах как себя в общем то вести чтобы выжить то есть основная задача сейчас выжить и мы сегодня дадим определенные теоретические знания по выживанию но что еще хотел бы добавить основная сейчас ситуация кто бы со мной не спорил пишите что хотите я сейчас подхожу с другой стороны если мы спасем хотя бы одного человека своими советами то это будет уже хорошо то есть это что-то и мы хотя что-то сможем сделать для вас еще раз повторяю мы не за тех не за тех мы за людей и простые люди должны выжить максимальном количестве то есть что мне кажется происходит от взрывов от бомбардировки домов это высажденных городах может быть исключительной ситуации то есть либо шальной снаряд либо еще чего-то в общем-то путинские войска они заявляют что они города не бомбят и в общем-то послодка мы сейчас видим что действительно города щадят потому что что там сирии делали определенные товарищи вы видели кадры алеппо и других городов все это понятно то есть мы дадим инструкции на тот случай если начнется бомбежка городов но самое главное это внутренняя ситуация мы с вами все помним 90-е годы и помним как себя вел народ очень жалко что сколько вот мы с вами не говорили о саморегулировании народном управлении и всего остального мы видим в экстремальных ситуациях не сбор народа населения представьте как бы до революции как было вообще-то революции в тех же местах дона кубани вообще полицейских никаких не было один стряпчатом сидел новочеркасске все саморегулировалось и общественный порядок и борьба с мародерством и всем остальным делалось народными общинами сейчас мы видим просто крах народовластия и сколько мы не работали насчет этого народовластия и с народным славянским радио и с другими организациями мы видим совершенно другую картину что сейчас происходит в осажденных городах нет чтобы собраться начинается разборки почему они в общем то происходит на мой взгляд потому что это общество сегодня особенно на той территории где происходит все что мы с вами видим очень криминализировано как устроены криминальные группировки криминальные группировки по крайней мере в этом обществе в котором сейчас происходят все события у нас они были также устроены у нас сейчас немножко не по-другому устроен мы сейчас вернемся к устройству там там как правило олигархи их кто может содержать определенные группировки несколько на всю страну ну допустим десятка под ними они это все и финансируют как вот основана допустим ситуация альфа банк да над ним стоит альфа групп которая олигархическое организация инвестиционное которое учредила банк свой и дальше идет до низов коммерческие структуры также основана устроена в принципе преступное сообщество там а это олигархат как под которым идут так называемые нардеп дальше идут сала силовой блок допустим план там васи пупкина на него работает столько-то нардепов и от него кормятся но еще и сами подъедают там по своим ситуациям под ними стоят силовики в виде структуры из трех групп и как обычно полиции а дальше под ними идут фактически уже те так называемые преступные группировки хотя не все преступные группировки но те уже в незаконные преступные группировки но управляются они как вы поняли с этой стороны когда падает управление как сейчас эти куда-то верхушка улетела эти нардепы там свое собирают силовой блок и преступные группировки они действуют сейчас заодно какая их задача пока можно из города выскочить безнаказанно надо забрать всю наличку то есть городах идет охота за наличные на наличные деньги кто первый страдает ну конечно же те же банки банкоматы там и какие-то вещи есть большие скопления наличных денег интересно гркц там допустим возрожденных городах там расчет на кассовые центры то их уже вывез но теперь идет отъем денег низшими слоями то есть частью полиции и частью вот этой вот потусторонний преступных группировок на улице которые еще получили оружие что они делают то есть их задача сейчас выскочить с максимальным количеством наличных денег а так как они преступные группировки они знают всех богатых всех коммерсов знают что коммерсы все работают без налогов в общем то у всех большие склады на речке дома и в общем то такая ситуация идет охота на коммерсов которые могут себе охрану нанять а могут нет неизвестно как это охрана себя поведет но это в общем то крупный бизнес а вот что делать допустим представителям народу малому бизнесу вот у вас там места на рынке магазины какие-то у вас дома деньги вы сидите в осажденном городе с комендантским чашам часто вы ждете когда к вам постучатся да и простые люди с накоплениями потому что почти у всех наличные накопления банком у нас так особо никто не доверял и в общем то в этом вопрос то есть вот прослойка просто людей у которых есть чуть-чуть денег они дома сидят трясутся то ли дом за рвется то ли к ним постучат что скорее всего произойдет или выбьют двери и в общем то и хорошо еще живы если останутся в такой вот ситуации в канаре как те будут потом с этим с этой наличкой валить из города или из городов это уже второй вопрос там они еще сами другом 300 раз разберутся пока выскочат но задача выполнили вывоз ценностей и денег и вот геннадий николаевич скажите я прав описывая ситуацию со своим опытом жизненным да в этой ситуации вы абсолютно правы я к сожалению мог бы озвучить некоторые эпизоды жизни как люди свои сбережения в таких городах я это видел в закавказе в других городах но к сожалению эту передачу могут посмотреть и другие товарищи отвечу из оповым языком если хотите сберечь свои ценности и деньги в квартире да частном доме там много вариантов но если человек квартире прячьте их там где самое видное место ни в коем случае не пытайтесь засунуть в крупу где хранится под белье под ванну шкафы эти места все знают вентиляционные отверстия нельзя ничего прятать первое вы должны помнить всегда тот кто пришел за деньгами они знают что у вас есть деньги поэтому все члены семьи должны четко как бы страшно не было это на крайний случай отвечать одну и ту же легенду отвезли там к брату другу передали да было вот сейчас нет осталось там 100 долларов только так но олег владимирович я скажу более серьезные вещи грабители это дело последнее во всей проблеме сейчас по ситуации которая произошла вчера и сегодня в чернигове в сумах особенно в харькове к сожалению так называемые защитники украины нацбатальоны перешли на самые степени обороны выгоняют людей из квартир второй третий этаж в основном и оборудуют там огневые точки но это ладно это дело военных это слава богу отпустили николаев здесь отпустили главное щитом не держали убежали все квартиру куда да 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 так самое главное другое что я хочу проинструктировать людей сейчас ввиду западные наши так называемые партнеры передали со своих складов это точная информация мины сюрпризы которые мы они нашпыговали еще во вьетнаме в афганистане потом что это такое как они выглядят если вы не дай бог видите на своем пути вот как маленькие вертолетики пластмассового и зеленого цвета это привлекает внимание детей людей ни в коем случае не прикасайтесь это мина ловушка их разбрасывают с домов откуда угодно и они в боевом состоянии но они рассчитаны если не дай бог и взяли руки он оторвет эта мина отрывает кисть полностью если наступил ступню второе они вмонтированы в красивые блестящие ручки авторучки не подымать детские игрушки сувениры если вдруг подобные вещи вам попались на пути и вы не можете их переступить или обойти найдите любой предмет палку что-нибудь длиной хотя бы два метра полтора и отвернув лицо от этого объекта прицельтесь ну как хоккеисты играют считаете это шайба но только в одно касание и отбросить ее вперед да она взорвется но вам ничего не будет это очень важно эти подарки они вас оставят во всех городах следующее если вы подходите к своей квартире и на дверях видите налет но я думаю все представляют знают как выглядит налет если что-то натереть мылом да ну люди все представляют ни в коем случае не прикасаться как только вы прикоснете с рукой происходит взрыв тоже отрывает руки это та тактика которая обучали этих в лагерях на украине для террористических действий следующее кто бы вам ночью не звонил в двери ни в коем случае не открывать под любым предлогом и еще и пока есть возможность сделайте запас воды обыкновенной дома наберите полную ванну посуда какая есть чтобы была техническая вода на всякий случай в случае применения средств задымления для отхода неважно чего у вас должны быть под рукой всегда какая-нибудь ветошь полотенце первое в первую очередь при появлении этого дыма особенно если он оранжеватого цвета немедленно намочить полотенце намочить и обмотать лицо сначала себе потом детям и мгновенно обложить нижнюю часть под окнами потому что больше всего циркуляция этих газов идет с этой стороны это все возможно и допустимо и следующее те города которые сейчас находятся под обстрелами и все постарайтесь ну пеките хлеб из чего-нибудь на сковородках где-нибудь не покидайте свои дома в течение семидесяти двух часов но это скорее всего закончится все гораздо раньше но сейчас чем меньше вы будете путешествовать на улице тем больше шансов у вас выжить я здесь немножко добавлю и я встречался с обоими вот этими взрывчатыми веществами о которых говорит не николаевич главное за руку держите детей чтобы дети всегда шли за руку если потому что ребенок подбегает такому предмету вы не успеваете увидеть и вот это вот который на ручке дверей это вообще самая страшная штука она еще запах и имеет определенный то есть в общем то если ходить не расслаблено а подходя к своей дверной ручке немножко иметь как это сказать проницательность такую маленькую то есть не в не расслабленном состоянии это сразу видно и еще дополню если вдруг у вас возле ну скажем вход на входе в дверь квартирную рассыпано что-то похожее на крупную соль не наступайте это тоже химическая взрывчатка она калечит не убивает но все равно не надо ну в общем то все применение всех этих вот что на дверях что под дверью они в основном делаются перед тем как хотят зайти вашу квартиру где-то на верхних этажах стоят выше прячутся или с вами там зашли за вами идут вы подходите получаете у вас просто забирают ключ и заходят у кого хорошие двери особенно это касается действительно представители среднего малого бизнеса у кого дома опять же есть ценности потому что идет в общем то война за ценности сейчас кто сгребет максимум еще важный совет для тех кто еще пользуется личным автотранспортом прежде чем съесть свой автомобиль вы должны обойти его вокруг особенно сзади обратить внимание чтобы никакие ниточки из под автомобиля не тянулись к бордюру к деревьям и так далее если подобное есть то вам приложить подложили взрывчатку для того чтобы вы то трогаете с места был слегка поврежден автомобиль а у вас потом забрать ключи деньги и все остальное обязательно осма не поленитесь наклониться и посмотреть ничего ли у вас не подвязано снизу в общем-то это такие многим зрителям это слышать очень сейчас особенно тем кто находится в городах очень слышать это все тяжело но опять же опыт это все все то же самое происходило в общем-то и на кавказе и на востоке той самой страны в которой сейчас все это происходит это все не пустые слова а нам с вами нужно выжить и в общем то это да теперь генн николаевич подскажите еще как все-таки находясь дома вот у лечи с выбор как обычно это очень хорошо знаю спуститься в бомбоубежище уйти в подвал или остаться в парке и как правило очень много людей плея на все остается в квартире вот что лучше и как сохранится в парке значит когда вы остаетесь в квартирах главное посмотрите на эти кадры слева кровь человека до приема синтезита эритроциты слипшиеся и кровь малоподвижно это состояние называется а галлютинация или густая кровь как любят выражаться в народе такая густая кровь является причиной закупорки капилляров что влечет некроз целых областей клеток тела сердечной мышцы и мозга инсульт и инфаркт самые яркие представители семейства заболеваний которые вызывает густая кровь справа вы видите кровь того же человека но через час после приема четырех капсул синтезита разница весьма и весьма ощутима процесс передачи кислорода предкам происходит в капиллярах всех органов и тканей это называется тканевым дыханием как мы видим на правом кадре кровь с участием синтезита гораздо лучше выполняет свои функции организм получивший синтезит улучшает реологические характеристики крови кровь лучше переносит кислород лучше проникает через капилляры и снабжает сердце мозг и каждую клетку тела кислородом восстанавливается кровоснабжение всех органов и тканей этот мощный результат наряду с другими научными исследованиями синтезита также объясняет мощное благотворное действие синтезита на весь организм о чем говорят сотни людей и врачей на канале синтезит ссылку на эти исследования и на youtube канал синтезита я приведу в описании к этому видео обязательно подпишитесь на канал синтезита там уже более 200 отзывов от людей со всего света скоро новый год обязательно подарите синтезит своим взрослым родственникам это будет лучший подарок не только для поддержания но и для возвращения здоровья при покупке используйте промокод айспик который даст вам скидку в зависимости от количества купленного синтезита я по специальности врач реаниматолог я стал узнавать читать про синтезит и я понял что этот коневое дыхание реаниматологи понимаю что такое тканевое дыхание тканевое дыхание это не просто вот дыхание знаете который мы вдох сделали тканевое дыхание это именно там вот на на уровне ткани организма идет вот обмен кислородом это настолько дет Ain't named ну и вот я стал это понимать потому что у меня начали вот я говорю головные боли стали проходить суставные боли потом як� сок кстати, Синтезит назначил. Он у меня задыхался, он у меня все время прощался жизнь, говорит, все, до свидания, мне осталось немного жить, ему 82 года. Так он у меня сейчас ходит, гуляет. Если у вас есть какие-либо вопросы о Синтезите, позвоните по номеру 8 800 350 73 68. В квартире надо раскладушку, кровать, ну, на чем вы собираетесь отдыхать, то есть спать лежа, располагать как можно ближе к окну и параллельно окна. Почему? Вы прекрасно знаете, ни пули, ни осколки не летают под углом 90 градусов. Ни в коем случае не возле дальних стен или посреди комнат. Только так. Если есть глухие комнаты, ну, мало ли, то там лучше всего размещать детей. В ночное время, особенно в ночное, как можно меньше, чтобы освещение пробивалось на улицу. Это не от российской авиации. Наши не будут никогда никого бомбить, ничего. Это от тех мародеров, которые ночью гуляют спокойно по улице. не привлекать внимания. То есть должна быть иллюзия, что не светятся окна. В принципе, всегда преступный вмен, он вычислял нахождение людей именно по светящимся окнам. Вы даже многие знаете, что уезжая куда-то в командировку, оставляли в одной комнате включенный свет, чтобы не попасть. Здесь та же самая логика. Но это одеяло именно до окна. Я уже это рассказывал до этого в каком-то из фильмов недавних. То есть желательно под, действительно, как говорит Геннадий Николаевич, под оконник, но желательно еще придвинуть стол. Это на всякий случай, чтобы защититься еще от обвала самой комнаты при каком-то попадании. То есть под столом, как обычно делали, это матрасы и спишь под столом с хорошими ножками, чтобы он выдержал. Разумеется, это такая вот защита. Плюс это окно должно выходить не на пустыри, не куда-то, а именно вовнутрь двора, откуда меньше шансов, что прилетит. Ну, снутри двора очень сильно летают пули шальные, если так получится. Ну, и дети, соответственно, это ванная комната. И опять желательно, чтобы в ванной комнате там или в чем-то поставить что-то сверху или крышку там стола или еще чего-то, чтобы не прибилось сверху сыпающимся. Это все достаточно серьезно. И двери, как правило, вся мебель стягивается и баррикадируются входные двери. Плюс регулирование счетчика. Слушаешь подъезд. Раз свет выключил, то есть они подходят, счетчик действительно не крутится. Вы знаете, когда тоже уезжают, холодильник, когда работает, счетчик чуть-чуть крутится. Стоит счетчику крутиться сильнее, уже понятно, что кто-то находится в доме. Но это для тех, кто в общем-то соберется в квартирах. Их же никого, ни от чего не отговоришь. Лучше людям дать сразу. Мы же не можем сказать, берите все в подвалы или в бомбоубежище. Вы видели по информации, что в других городах происходило. Там некоторые товарищи не со стороны России, а со стороны местных, они с беспилотника специально делают картинку для телевидения непонятно какого, что бомбят местных жителей и дают осколочные туда удары минами. То есть люди спустились в Мариуполе, кажется, это было, или в Мельтополе, спустились в подвал, их специально туда пригласили, начинается бомбардировка, потом они смотрят, нет, вышли из подвала и тут же удар. Тут желательно никому не верить. В этой ситуации спасаешься сам. Не верьте ни российским, ни украинским, верьте сами себе и своим ощущениям и чувствам. Это самое главное. И еще очень важное дополнение. Если вдруг ночью у вас выключился свет, а счетчик электроснабжения находится на площадке в подъезде, не выходите его проверять ночью, дождитесь светового дня. ни в коем случае. Это самая примитивная провокация, чтобы выманить вас из квартиры. И то, что Олег сейчас вы рассказывали, такие события один в один проходили вчера в Ахтырке, сегодня в Харькове, ну вот смотрите, сегодня утром в Харькове на центральную площадь Победы, раньше площадь Зержинского, прилетели два снаряда, но сказали, что это российские ракеты, но прошу заметить, они только прилетели там же в их домов нет рядом, там только администрация области, гостиница Харьков и дом пионеров бывший, и через ровно две минуты видео, как она летит, разрывы, были сняты на видео и запущены в сеть, комментировать не буду, но вы понимаете, что происходит. То есть сейчас очень и очень много провокаций, разносторонних, все, поэтому я понимаю, что людям, непрофессионалам тяжело сейчас разобраться в этом, но лучший вариант, когда грозит опасность, пункт первый, это не убегать, не поддаваться панике, а если решил отступать, то отступай не убегая от противника, а просачивайся в его направлении, тогда выживешь. Поэтому с этим все ясно, самое главное, война, вот эта операция, она скоро закончится, а людям дальше жить. Могут начаться перебои с продуктами питания, потому что сейчас отступая, действует тактика выжженной земли. Вывоз всех складов с продовольствием, разрушение инфраструктуры, мы это видим на протяжении пяти дней. То есть о народе, о населении никто не думает, к сожалению, это факты. Поэтому обращаясь ко всем вашим жителям, скажу откровенно, если вдруг кому-то будет это необходимо, сейчас переди весна и лето, я готов через Олега Владимировича проконсультировать кого угодно и дать технологии, которые позволяют вырастить на участке две сотки, четыре все необходимые продукты питания, так называемый борщевой набор, который обеспечит на целый год вперед семью из шести человек. И вообще технологий очень много, это практика, можно даже в квартире на подоконнике выращивать томаты, перец, зелень, все что угодно. Это на случай, если вдруг, ну не дай бог, такие перебои начнутся. Все, что касается с вопросами выживания, продуктами питания, Олег Владимирович, через вас я готов поделиться знаниями со всеми вашими зрителями и обучить их чему угодно, невзирая на вероисповедание, как говорится, национальность, место проживания, люди, везде люди. Это главное. Геннадий Николаевич, я думаю, ваши знания понадобятся абсолютно всем, потому что действительно, многие люди, кто живет на земле, для них это все нормально, что мы сейчас рассказываем, а представьте, сейчас как-то слышать, творческой интеллигенции, живущей в городах, определенному классу, это очень жутко, то, что мы сейчас рассказываем, им придется кушать лук, который они вырастут у себя на подоконнике. Да, его будет много по технологии Геннадия Николаевича, но это совсем другое качество жизни. Тут логика очень простая, мы с вами в этом, вообще к этому отношения никакого не имеем, это без нас все решается, мы здесь в пешке, а для пешки нужно выжить. То, что мы пытались объединяться, я опять же сказал, какими-то видами народа, какими-то группами, те же события, которые происходили в столице, которая сейчас находится на букву, когда они были в 2014 году, все думали о народовласти, о каком-то равенстве, братстве, как обычно, но получается, любое общество иерархируется. Одних воров убрали, пришли, другие начали делать еще хуже. И это очень прискорбно, потому сейчас все наши движения по народному устройству, моделированию его, они пришли в тупик из-за вот этих всех позиций. То есть народ получается вот такое. И если даже мы с вами находились в каком-нибудь экопоселении за городом, к нам бы все равно пришли какие-нибудь, которые получили оружие в центре города, потому что у нас есть что взять. А у нас защищаться было бы опять нечем. И этот пацифизм получается внутри таких экопоселений, он никчемен. Но также когда-то во времена Петра приходили к староверам или к старообрядцам, сейчас не поймем, что они были вообще на севера, и брали их тепленькими, потому что у них кроме Вилла-Медведя ничего не было, а те приходили вооруженные, а эти были пацифисты. То есть все в сельхоз куши, забыв о каких-то технологиях, побеждают самые технологичные, у кого лучше оружие, у кого лучше организация. И это жутко. То есть вот эти все сценарии, они сейчас вырисовываются из всех этих фильмов про безумного Макса и все остальное. Вот как раз что происходило в момент потопа, вы теперь прекрасно понимаете, что было в момент потопа в середине 19 века, как люди себя вели, и причем там были люди еще другого качества, то есть даже до революции вот эта вот ситуация, случившись бы в казачьих регионах каких-то, там бы никакого бандитизма, мародерства, конечно, бы допущено не было, только на самоуправлении. Но коммунисты это самоуправление, они, в общем-то, разрушили, превратя всех, также в капитализме, всех превращали в массу, которая фактически управляется только извне, полиция, прокуратура, то есть всей системой, сама она не может организовываться, и лишний раз мы это опять видим, и самое, что жалко, это вот это, что никакого народовластия, в общем-то, не получается, и нужно вводить какие-то коррективы в его теоретическое обоснование. Олег Владимирович, я так, полушутя, могу сказать, если сильно экопоселениям понадобится помощь, мы их можем научить, как делать яды и взрывчатые вещества из картофеля, абрикосов, вишни и так далее, но не дай бог до этого, чтобы доходило. Это да, Геннадий Николаевич, ну, сейчас времени нет уже у экопоселений, и я не знаю, есть ли они на той территории экопоселений, сейчас их там, да, их и не тронут, просто у нас на юге России много, вот ведро у себя большое, это поселение, где люди поуходили, и они так, ну, не то, что прям фонтан у них жизни, но как-то выживают, и действительно, там определенные есть, то есть они пытаются выживать своими хозяйствами, это как бы нормально, но как заставить всех так выживать, непонятно, то есть какое количество людей будет оттянуто, тут все очень сложно, кто меня сейчас понимает, о чем я говорю, кто будет производить, допустим, чем защищаться, если все будут в экопоселениях, то есть должна какая-то часть быть, которая должна быть поставщиком людей, чтобы пансионарные народы с юга не приходили, у нас должна быть как производство сельского госпродукции, собственно, так и производство людей, почему действительно в Российской империи 70% населения занималось сельским хозяйством, потому что у всех было по 10-16 детей, они поставляли в города и людскую силу, и продукты питания, сейчас это нарушено, но это я опять много раз говорил, и это сейчас не к тому, мы, в общем-то, говорим о защите. Геннадий Иванович, ну и теперь у многих еще вопрос, такой, как вы же действительно, если вы все-таки спустились в подвал, ну и, в общем-то, не оговорились, сказали, что лучше туда не спускаться, вот как вы видите это? Ну, если вы спустились в подвал, то всегда самое безопасное место в подвале при изрывах и обрушениях стена, которая противоположная от входа в подъезд, от парадной, так называемой, то есть дальняя стена, она самая безопасная. Это особенно для домов хрущевских проектов еще. Для стандартных надоэтажек всегда центральные разделительные колонны остаются целыми, это из практики. Это литые, кто монолитно построен, Да, это которые монолиты. То есть это относится к подвалам и в домах, и в бомбоубежищах. А вот метро, если попал в метро. Ну, я бы так сказал, что метро – это двоякая вещь, особенно, что касается Киева и Харькова. Это не глубокие станции в основном. И, ну, скажу честно, я бы туда лучше вообще не спускался. Ну, это мнение вот Геннадия Николаевича, я думаю, кто-то к этому прислушивается. А кто все-таки уже там? Там много людей, говорят, еще и позакрывали станции этими. Ну, если бы рельсы были обесточены, и вот видят, что начинает трещать своды на станции метро, лучше по путям уходить вглубь. И, кстати, если они даже не обесточены, я с дуру молодости в Питере ходил по... Просто надо идти рядом и близко не подходить. Идешь рядом, там даже иногда такие тротуарчики есть. Да, там рея для входчиков, там есть тротуарчики. Ну, а что я хочу еще пообещать вашим зрителям, опять же, через вас, война закончится, как я говорил, люди начнут резеть, но у многих за это время обрушится какой-то мини-бизнес и все остальное. Они могут обратиться к вам, я помогу в любом направлении организовать мини-бизнес дома, в гараже, не связанный с сельским хозяйством, это мини-производство и то, что востребовано всегда. От производства, грубо говоря, мыла, до изделий и стабилизированной древесины. Ну, опять, это не реклама, то есть, Геннадий Николаевич, у вас никаких денег за это брать не будет. Абсолютно. Единственный вопрос, что как-то действительно надо помочь, просто Геннадий Николаевич разработал очень интересные, хоть всегда на нас ругаются, что мы альтернативных исследователей только Тушки Мишина рекламируем, то Синтезит, но это товар, допустим, действительно его производят, там есть затраты на производство, у Геннадия Николаевича есть обоснованная теория. Кто заинтересуется, может быть, мы действительно какую-то группу создадим, то есть, Геннадий Николаевич будет тоже отвечать, я далек от этой всей ситуации, то есть, кто заинтересуется, он создадит... Подчеркиваю, абсолютно бесплатно. От идеи до работающей модели. Ну, это очень многим, видимо, поможет, потому что, судя по тому, как санкциями нас обложили, оно так и будет. Ну, теперь опять все начнут кричать, потому что меняется образ жизни. Вы видите, вот по той, как его называют, стране, как происходит, было несколько групп населения, как обычно, по той же столице этой страны, кто-то знал обо всем заранее. И они уехали за месяц, за два, за три, знали даже день, когда это начнется. Это определенные городские круги. Вторая группа, это когда те уже уехали, чтобы не толпиться, они начали говорить следующим, которых там поменьше рангом. Это вот вся городская иерархия. Они в первый же день выстроились и начали мотать. Потом некоторые за ними. То есть, самые умные уже уехали, которые... Вот мы с вами, как обычно, остаемся. Мы простые люди, у нас нету нигде, никаких подушек безопасности в других странах, там еще что-то. Вот что нам делать? Вот так вот и выживать придется. Что может быть у нас, что может быть там? Потому что неизвестно, какие там экономические рычаги будут сейчас включены. Ну, действительно, это может молодежи сейчас не касается, но старшего поколения это касается очень сильно. Вот когда были события 90-го года, 90-е годы в России, когда 92-й, когда пачка масла стоила зарплату полковника, у меня отец получал зарплату, у нас стоило не батюшки, килограмма масла. И я приехал с Бакинского училища в Краснодар к дедушке и бабушке, у которых была хорошая пенсия по 120 рублей, там и все остальное. И тут началась нищета, у них ничего нет. И вот они, дед инвалид войны, и бабушка, они дома держали перепелок, вот люди, которые всю жизнь интеллигенцев, они дома завели перепелок, несколько огородов, там где-то на Запорожье там ездил, они занимались сельхозработой, потому что денег наличных не было вообще. Бабушка ходила, продавала на рынок, на местный, картошечку, там еще что-то, и вот так вот они выживали. Я в своей жизни тоже вспоминаю начало 90-х, развал, когда мы офицеры зарплату не получали, тем более находились в другой стране, мы в командировках, наши жены непонятно где, иностранная валюта, у нас и не того, и не того нет. Я как вспоминаю, когда мы грибы собирали в лесах, чистили, лишь бы грудных детей прокормить, жен там, тяжело это вспоминать. Или когда, ребенку 3 годика идем, появились вот эти киоски, где, ну все помнят эти киоски, они были что в Украине, что у нас, там овощи, фрукты, а цены такие. И вот сын, помню, у меня спрашивает, папа, а когда у тебя будут денежки, ты купишь мне яблочко? Это был вообще ужас. А сникерс, все смотрели на этот сникерс, в этих лайтках, союз печать, которые стали коммерческими магазинами, он там стоил ползарплаты. Какой-то сникерс, банк и пипсикол, это вообще что-то с чем-то было. Но, слава богу, это время прошло как-то, я не представляю. У меня такое впечатление складывается, может, как будто нет. Я пережил, как и Геннадий Николаевич, и большая часть из нас, вот эти события, развала Советского Союза, когда вот так же сидели все в телевизоре, интернета еще не было. И вот сейчас что-то происходит подобное. Вот это не просто вот эти события, которые происходят в этой стране. Что-то происходит такое, которое изменит мир очень сильно, потому никому уже не интересны эти выкрики, вопли, они просто никому уже не нужны. Там уже совсем, видимо, на глобальном уровне порешали. И вот всегда я говорил, что мир устроен, его принципом является единство и борьба противоположностей. То есть мир хорошо развивался тогда, когда был Советский Союз, противоположный блок, у которых был минимум контактов. Да, это было, в Советском Союзе были свои плюсы, но и свои огромные минусы, так же, как и у них. Но с падением блока был нарушен принцип Гермеса-Треснегиста, единства и борьбы противоположностей. Но теперь выходит на место двух блоков, которые тогда были, несколько. Вот кто верит, не верит Хайзе, но верить не надо, надо всех как бы определять, как информационный блок. Вот есть информация, какая вам разница, какая голова с телевизора вам ее рассказывает. Она, в общем-то, и есть в ней что-то. То есть блоков будет несколько, которые потом тоже схватятся в какой-то конкурентной борьбе. И мы с вами ничего не сделаем, никак не сможем повлиять на эти глобальные процессы. Наша задача выжить и приспособиться. Да, это приспособление. Они сейчас будут там кричать, ну не хотите приспосабливаться, бегите там, голова по песку, как говорится. Но есть здравый разум. То есть человек должен выжить в этой ситуации, потому что все равно мир идет к свету, куда-то это все пройдет. И воспринимать это как очередным этапом ступеньки поднятию к свету. Но это все высокопарные выражения, я их никогда не любил, но еще раз говорю, что мы, от нас, в общем-то, кто это еще не понял, вообще не зависит ничего, что происходит вокруг. Это вот тем, кто конспирологически этим всем увлекается, и через призму конспирологии относятся к миру. Я думаю, надо спуститься с этой призмы конспирологии пока и думать, как выжить. Потом сейчас успокоится и опять пойдет все в прежнем виде, только немножко в других уже форматах. И еще раз, Геннадий Николаевич, я хотел бы, вот еще такой вопрос нам задают. Мне написало очень много, мы рассказали, что получается, в метро лучше не спускаться, желательно остаться дома, либо уйти в подвал. Вопрос другой, кто все-таки сейчас еще люди есть, которые находятся в дороге в этот момент, в машине. Там, я как понял, уже нету ни банкоматов, ни машин, в смысле, ни топлива на заправках, но если вот-вот кончится, вот ты в дороге с детьми непонятно куда, как здесь выжить? Значит, в данном случае лучше всего свернуть с трассы основной в населенный пункт, в какую-нибудь деревню, чтобы она была хоть как-то населена, да, желательно в двух-трех километрах от основной дороги. И у нас, люди, не важно, что у нас, что в Украине, всегда приютят, но приют надо просить у полноценной семьи, чем больше там жителей, и переждать там. Это единственный выход. Ни в коем случае не пытаться укрыться в придорожных посадках, ночевать рядом с трассой, только в глубину от трассы основной. Только населенный пункт, и это действительно русская традиция, сейчас Геннадий Николаевич говорит, раньше было, по крайней мере, в конце 19-го, начале 20-го века, вот как описание Распутина, у них было модно паломничество распространено, они ходили пешком через многие километры к определенным святым местам, вот Распутин с Сибири ходил в Киево-Печорскую лавру, и каждый день они ночевали у крестьян, то есть это было нормально, у крестьян были специальные там хлева, где вот такие вот паломники проходили, их даже подкармливали периодически, давали еду, то есть это было достаточно нормально, но действительно не то, что в полную Сибилку, то есть надо попроситься на ночлег к нормальным людям, вот это вот самое главное, а признак нормальности это полная семья, в общем-то. И еще хочу сказать свое личное впечатление о событиях, которые сейчас происходят, из личного опыта, то, что я видел, вот как под копирку, Олег Владимирович, война в Приднестровье развивалась точно так же, дальше, Югославия, один в один все, там, где я не был, но были наши ребята, Ирак, Ливия, все один в один, вот по сценарию до последнего, видно, у наших коллег в Ленгли там вообще с идеями плоховато стало, и они все как под копирку. Ну, они придумали, везде же есть бюрократическое планирование, вот помнишь, когда в МВД когда-то ввели штабы, их не было никогда, до Куликова, вот пришел Куликов, очередной танкист, думаю, может, человек хороший, но очередной танкист управлять МВД, что он вел в первую очередь, штабы, их не смогли искоренить до сих пор, вот это вот бюрократия, описание всех этих действий, они, в общем-то, вот это их англосаксонская тема, бюрократия, либо прусская там, то есть на все сделать планы, и на все планы допланы, вот и на все так и идет, то есть бюрократический аппарат, штабной. О чем я хотел бы попросить всех ваших зрителей, не давать сейчас воле и эмоциям, неважно по какую сторону границы люди находятся, не развивать гнев и ненависть, это все скоро закончится, а нам всем жить дальше, и жить надо дружно, как мы жили всегда, вот это, об этом я хотел бы попросить всех, и чтобы люди хотя бы чуть-чуть включили логику и аналитику у себя в головах, а не так, что увидел, ой, побежали. И еще, я, наверное, что скажу, Геннадий Николаевич, все-таки вы сейчас на меня направили весь поток, по вашей деятельности, что делать, мы, наверное, по-другому сделаем, у нас есть группа в ВК, экспедиционный клуб поиски, КСИД ведет, вот давайте, вы там, кому-то интересно, что делает Геннадий Николаевич, с его трудами, в общем-то, по ссылке можно ознакомиться, или просто забить Косяненко, Геннадий Николаевич, и ознакомьтесь с тем, что он делает, кого-то это может действительно спасет, да в группе соберитесь, мы, или он лекцию проведет отдельно, или покажет все, как это делать, то есть, там основано, как я понял, на простых вещах, которые дают максимальную результативность, и если это будет каждый делать, в принципе, это очень интересно, выращивание продукта, особенно... Только там и средства производства. И средства производства, да? То есть, фактически, модель малого бизнеса, кому интересно. Именно так. Именно так. Ну что, Геннадий Николаевич, какие мы еще не осветили вопросы по выживаемости? То есть, вы как поняли, у нас сейчас не политическая, в общем-то, лекция, мы не знаем, мы все так же, как вы, на определенных эмоциях, но пытаемся и гасить. И советую вам сначала, чтобы выжить и выйти с минимальными потерями, надо потушить в себе гнев, чисто, вот как буддисты это делают, и потушить эмоции, и думать головой. Тогда начинает топ крови в голове, она начинает работать и принимает... Вы начинаете себя слышать, свой разум, и принимаете решения все нормальные, то есть, самые оптимальные, которые помогут выйти из ситуации. Да, зона комфорта пройдена, все нет этого комфорта, но сейчас главное выжить. Весь этот комфорт вернется. Так получается. Это не мы с вами, ни мы, ни вы в этом не виноваты. Это виноваты, мы даже не представляем, кто. Это все происходит, скорее всего, с глобального какого-то уровня, то, что сейчас есть. И как оно было, вы видели, 41-й, 45-й, Великая Отечественная война, найдут, уже ничего нельзя говорить, там их вырастили, вот эти, направили, а потом они же помогли Советскому Союзу от них избавиться. Здесь что-то очень похожее, тоже опять их вытащили, то есть, Мавр сделал свое дело, а Мавр должен уходить. Вот такая ситуация, вот вся логика жизни, потому люди, никогда нельзя быть идейными, никогда нельзя быть ни коммунистом, ни кем-то, каждый должен думать своей головой. И в этом есть, в общем-то, ведический принцип, никогда не будь внушаемым. И вот интересно, как раз на территории этой страны, где сейчас все происходит, там же внушение, мы настолько смеялись, мы не могли понять, какая внушаемость, какое количество сет как раз там процветало. Вот почему-то, Агенед Николаевич, это особенность какая-то, или просто там это не запрещали? Там это не запрещали, и ничего, но я осмелюсь все-таки сделать свой прогноз, пусть ваши зрители судят, как хотят, но к концу светового дня, 3 марта, российские войска, скорее всего, анализируя с продвижения события, выйдут на рубежи. Ивано-Франковской области, Тернопольской, Ровенской, то есть будут блокированы Волынь со столицей в Луцке, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь и Ровно. Я здесь сделаю кум, вы поняли кому, нет войне, мы против войны, это ужас, это ужас, неужели, давайте кричать все, мы нет войне, но самое, что здесь интересно, что действительно, мы думали, что же будет происходить с западной Украиной, вот Геннадий Николаевич сейчас дан направление, то есть ни пяди земли Советского Союза, никаким врагам. А еще, я думаю, следующим, это не закончится вот этим всем. Нет, 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 это просто будет маленькая грушка, пирамидка, вытянутая в сторону Польши. А если Запад не опомнится, начнут поставлять сейчас оружие летальное, попытаются... Я думаю, у них, Геннадий Николаевич, у них нет, они не будут этого делать, потому что... Ну, мало ли. Это вот тогда второй план, то есть демонтаж вот этого блока, Наташа, который... Почему российской армии необходимо дойти до конца Львовской области эти все. Только с одной целью. Сейчас туда сбежали много военных преступников. И у российской армии нет другого выхода, как их не объявить и предать международному суду. Только так население Украины сможет узнать правду, что происходило. Иначе Россию будут клеймить долго. Ну, я думаю, большую часть уже из них поймали, там же спецоперация проводилась. Все в рамках закона должно быть. То есть главенство закона и самое главное принцип неотвратимости наказания. Кто нарушил закон и не был наказан при определенных условиях, должен быть наказан при... Все-таки справедливость должна восторжествовать. И основной принцип юридический это принцип неотвратимости наказания. Ну, вот хотя бы простой пример, извините. Кричат многие западные, вот почему чеченцы туда пошли, почему. Они такие же граждане России, но они туда пошли не сами, их лично, посмотрите новости украинские, их туда приглашал Зеленский, даже Рамзана Кадырова. Вы помните этот сюжет, когда он оскорблял президента Чечни, потом не пытает Семенченко, поэтому ребята чеченцы туда едут по приглашению официальным. И им назначали вольгу. Представляешь, весь принцип складывается, язык твой, враг твой, никогда не лязгая языком того, что ты не понимаешь. Ну, а как Семенченко перед телевидением сейчас стрелял по портрету Кадырова и обзывал его там нехорошими словами и так далее, что украинцы скоро возьмут Грозный и его там накажут. Но они сами приглашают. Тут главное, чтобы самосудов не было в этой ситуации. Это же депутат Верховной Рады. Он должен быть за это ответственность по закону. Если он нарушил закон этим, он должен отвечать только по закону. Рабзан Ахматович так и ответил. Прокуратура Чечни возбуждает дело, если прокурор даст задание доставить в суд Семенченко для допроса, чеченцы его доставят в суд. Ну, это по закону по запросу администрации. Ну, это опять вопрос ко всем, что везде должен соблюдаться юридический принцип. Только так. И опять, если к юридической ситуации, мы сразу начали с вами, нет войны, нет войны, а юридически, вот посмотрите все сами, а южи, нет юридической. То есть, идет спецоперация, военное положение, то есть, нету никакого документа, как обычно, при живых обоих правительствах, что существует война. Потому, сейчас появились очень много таких вещей, где говорят, это договорняк, договорняк, но договорняк, он никогда не может быть полным. Где-то, как выглядит договорняк? Кто-то на кого-то надавил, они вроде бы, да, ну, давайте. А потом начинают палки в колеса вставить. Это как всегда. И тут идет очень интересная игра. Эта игра, она должна изменить расклад сил очень сильно. Вы посмотрите, что творится. Идет война, Пакистан встречается с тем, кого не любят. Саудовская Аравия поддерживает, Эмираты поддерживают. То есть, это уже не та ситуация 2014 года, когда Крым признали, прошел референдум, прошла аннексия, всех аннексировали, ни одна страна, Россию не поддержала, все заклеймили позором, нет войне, и обложили убийство именно санкциями. Ни одна страна не вступила за Россию. Посмотрите, прошло 8 лет, да, изменилось там, изменилось там. Сейчас достаточно огромное количество стран, то есть, международное сообщество, да, они все не друзья там, не товарищи никому, но в силу каких-то причин, которых я, например, понять не могу, какая-то поддержка странная происходит. этих Кремле, оккупантов кремлевских. Олег Владимирович, я в завершении хочу еще всем вашим зрителям сказать, чтобы это были не мои, не ваши слова, все есть в интернете. В данном случае Российская Федерация производит операцию на своей территории, ибо Украина не заключила договор о разграничении территории с Российской Федерацией и не подали заявку на это в ООН. Это юридические документы. Ознакомьтесь, кто бы не кричал там Запорожье, Харьков, это территория России. Нет. Потому что они, видимо, и не могут объявить военного положения. Конечно. Как Япония с Россией после Второй мировой войны договор не подписала, вот и идут эти качели. А теперь поймите еще интересную вещь. Вроде бы все накачаны друг против друга, а почему идет выполнение каких-то юридических документов? Можно же было начихать на всех, а оно идет. Интересно устроен мир. Нам это надо еще только понять. Мы не понимаем все это. Опять это конспирология. То есть мир, он до конца не развинчивается никогда. Он так-то все-таки кем-то регулируемый. Ну, это опять все конспирологам. А мы, наверное, будем заканчивать. В общем-то, мы рассказали все линии поведения, как быть. Мы вас не накачиваем ничем, никакими плюсами и минусами. Мы ни за кого и смотрим на все со стороны. И, в общем-то, рисуются, чуть-чуть картины, вы увидели. Но для нас главное, чтобы каждый столь сложный момент таких агрессивных действий, которые происходят, нет войны, чтобы он смог выжить хотя бы самостоятельно и, может быть, даже кому удастся сохранить свое имущество. Потому что задача сейчас в этих конгломерациях городских это у преступных группировок и у отходящих оттуда, как я понял, в основном даже силовой блок он занимает пришлых в те регионы Восточной Украины и Центральной и Западной Украины. Их задача отойти на Запад с максимальными как бы у этого попандомала. Они сейчас идет охота на наличку. Помните, это всегда и они ни перед чем не остановятся. Для этого нужно просто грамотно прятаться, потому что биться с группой людей смысла нет. Если можно было раньше собираться с группой мужиков, но они должны иметь средства защиты, а так всех и положат вместе. То есть мы дали определенный формат выживания. Желательно в этот момент находиться конечно подальше от центра происходящих событий. Может быть на даче, может еще где-то. Ну, видите, все самые умные как обычно уже там. Кто-то совсем далеко. чем ты умнее и богаче, тем ты дальше от эпицентра событий. Спасибо вам. Если нужен, всегда рад. Ну, все, до свидания. До свидания, спасибо. Если вам понравилось, мы продолжим. Задавайте вопросы, пока есть такая ситуация, пока у всех действительно в основном голова работает только на этих событиях, кто-то боится и кто-то еще как. То есть до всего народа вот этих стран трех все это стало достаточно серьезным сюрпризом, который всем жизнь меняет, опять ломает, опять только все поднялись, опять действительно какие-то трудности, опять какое-то светлое будущее впереди. Вот так вот думает сейчас большая часть населения. Она думает абсолютно верно. И не надо никого ни за что агитировать, ни за тех, ни за тех. Нужно понять и не стать пешкой в олигархической войне. Ну, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok